Ежегодно в канун Нового года в нашем городе зажигается множество праздничных огней. Что и говорить, после непростого 2020-го брещанам особенно важны положительные эмоции. А яркая новогодняя иллюминация дарит то самое позитивное настроение. Власти города заблаговременно призвали собственников и руководителей различных организаций ответственно подойти к вопросу вечерней иллюминации в пределах своей территории. И градоначальник традиционно держит этот вопрос под личным контролем. Проконтролировать новогоднее оформление, дать оценку субъектам хозяйствования, дать оценку работам коммунальных служб. Ну вот в этом году мы решили не в преддверии Нового года, а сразу после Нового года. Да, есть динамика, может быть и кое-какие объекты вообще прекрасно смотрятся, в частности как вот за мной парк воинов-афганцев. Но очень много еще ресурсов, резервов. Поэтому каждый год мы эту работу будем только наращивать. Мы не отойдем от этого, потому что это праздничное настроение, это новогоднее настроение, это просто вид современного европейского города и, повторюсь, мы не отойдем. Сейчас это все не затратно, сейчас это все, в принципе, довольно дешево обходится. Это вопрос только желания, особенно желания руководителя. Но не у всех руководителей есть желание, подчеркнул Александр Рогачук. Некоторые предприятия и организации не особо затруднили себя новогодним оформлением. Оценку некоторых руководителей мы в том числе будем давать в контексте, как они отнеслись к призыву городской власти, сделать наш город более ярким, более интересно. Поэтому есть наши лидеры, это Брежевострой, есть Белтелеком, безусловный лидер, это Саушкин продукт, есть Гефест техника, газоаппарат, то есть те предприятия, которые на самом деле показывают образцы, как надо город. А есть успешные предприятия, которые очень-очень скромно себя преподносят. Вроде бы мелочь, да, вот кажется, больше председателю госполкома делать нечего. Но из таких мелочей состоит наша городская атмосфера, наша городская среда. Да, действительно, праздничная вечерняя иллюминация Бреста – это не только добрая традиция, которой вот уже много лет придерживается администрации нашего города. Но также залог новогоднего настроения его гостей и жителей. А ещё своеобразная визитка одного из красивейших областных центров Беларуси – современного приграничного европейского города, который может и должен поддерживать соответствующий имидж. В этом случае и спальные районы могут стать местом притяжения всех брещан. С прошлым годом, если сравнивать, есть какое-то отличие в этом году? Конечно, конечно. В этом году уже мы пошли на большие объёмные экспозиции, вот как парк войн афганцев, городской сад. Я думаю, что вот это уже часть городской среды, такой большой среды. Вот этот район ещё лет семь назад был просто тёмный район. Подсвечивалась только администрация района. Теперь посмотрите, это точка притяжения здесь. Свою работу по украшению города добросовестно и ответственно выполняют предприятия системы ЖКХ. Они служат хорошим примером для всех остальных. Все 10 предприятий системы ЖКХ города, они всегда были на первых ролях, и мы, как говорится, застрельщиками были именно в праздничном, новогоднем оформлении. Каждое предприятие, у нас дарова внутреннее такое соревнование между руководителями, и если вы проедете и водоканалхозы, и котельное хозяйство, и даже, казалось бы, спецпредприятие, оно тоже украшено необычно, и мусор, и жреу на Папанино. Я предлагаю вам проехать каждому, и каждый, кто проживает рядом, вот мы буквально сейчас проехали несколько предприятий, дети, взрослые фотографируются, это стало, как, например, зоной отдыха микрорайона. Все смотрят на нас и подтяются к нам. Из года в год подготовка к новогодним и рождественским праздникам должна делать наш любимый Брест ярче и красивее. И с этим сложно не согласиться. Тем более, что для этого у предприятий города есть все необходимые ресурсы.